Кстати, по поводу нашей конституционной работы, в последнее время мы берем совсем с другими проблемами. Если раньше у нас 90% было аутизма, то сегодня проблемы сменились. Пошел бизнес, пошли тяжелые заболевания, пошли психические расстройства, запросы у людей разные. По здоровью очень. Лучше всего, конечно, по здоровью. Тут на работах лучше всего. И смотри, какую интересную штуку стала замечать. Последний, грубо говоря, последний месяц консультаций, которые идут, они идут разной психотехнической базой. То есть, разное заболевание, разная проблема. И даже если ты берешь на членов одной семьи, если там ребенка берешь, например, захватываешь уже мать или отца, или как билет, когда совместно захватываются еще, получается, что нету единой психотехнической базы на консультацию. Нету. То есть, если мы заходим из этого на чувствах, на чувствах, да, все почувствуем и думаем. И видишь, насколько важно получается при психических расстройствах над сознанием всегда цепляешься. Я уже давно забыла про отжимы, про дыри, про вот это все. А смотри, как встречается часто. Если ты психику берешь, психическое расстройство, то туда ты заглянешь. И это почувствуем у каждого человека свой алгоритм. А вот последний алгоритм, который тренировали сейчас на курсе здоровья, он вообще дает очень хороший результат, быстрый очень выхвал, но при этом с аутизмом его он не совместит. Да. Можно совместить, но тогда надо добавлять в психотехническую базу, чтобы собрать сознание. Потому что вот это вытеснение, получается, приведет к еще большему распылению. То есть силовая может не включиться у ребенка. Получается, что ты каждый раз выбираешь, как работать с человеком. И это еще раз доказывает, что все люди абсолютно разные. На одно это тоже заболевание, и ты работаешь по-разному. И нету двух одинаковых людей. А теперь смотри, а в медицине таблетки-то всем одни и те же написаны. Вот оно, людям таблеточки, а это те же. А мы, когда работаем с психикой, нету двух одинаковых. И мы это реально чувствуем и видим. Невозможно. Нет одинаковых. Обратная связь меня все время поражает. Все время пишут. Вот сразу человек получает консультацию и тут же. Я не могу. Вот последние, кто присылал, присылали на видео. Я не могу. Кстати, я тебе еще одно видео не показала. Все обещаю показать. Ты приезжаешь и некуда. Люди присылают, плачут и рассказывают, что 100%, 100%, 100% попадание. А я, когда говорят попадание, я понимаю, тут не попадание речи. Не попадание. Вы не поняли. Так у вас были сомнения, поэтому вы ищете попадание. Да, да, да. Для вас. А когда мы работаем, у нас нет сомнений. Мы знаем, что мы выгребли. А дальше смотрим, что происходит. Даже то, что вы считаете, именно что считаете, не попали, да? Не попали, слово, да? На самом деле у нас этого нет слова. Мы просто знаем, что это так и все. Тут не попадание. Смотри, это я видала, какой-то из мессенджеров мне присылала женщина лично. Смотрите, вот это, вот это, вот это обо мне все правильно, а вот эта вот строчка была, но я совсем не такая, вы здесь не попали. И я сидела, я смеялась, думаю, блин, ты в личку пишешь, и ты пишешь из-за этой строчки целое письмо, чтобы показать, что я не такая. И ты говоришь, что мы не попали. То есть это даже весело смотреть. Но мы вообще и не попадаем. Наташа, мы и не целимся, и не попадаем. Мы у нас нету в этом... Мы вообще уже давно как грейдер работаем. Влез в человека, выгодрошил, все, говно наружу выкинул, зачистил. И дальше смотришь, как 14 дней восстанавливается психика, потом дурно, человек умягчает. Когда говоришь попадаем, это знаешь, как если бы пришел, допустим, электрик, да? И пришел так, о, попаду я или не попаду? В эту розетку, да. О, попал, молодец. И все так, ууу, ты попал, точно, ты прав, да? Ну, правда? Да. Вот, пришел электрик, который знает все, он делает как надо, у него нет вот этого попал, не попал, сделал, все, и ушел. И ушел. Проходит время, а видишь, как со временем интересно, со временем. Вот последние письма, и блин, они как-то, вот знаешь, под написанием книги приходит нужный классный показ. Да, да. Вот как раз в парадоксальном восприятии там делали эту главу, да? И под нее пришла обратная связь. И вот по обратной связи для человека, ну, это было, ну, это уже нормально, что ушло, а вот это вот, и теперь уже новое. И ты понимаешь, что, блин, у человека, когда вот так работаешь, это само собой разумеется, оно ушло, само собой разумеется, новое что-то успел приобрести, само собой разумеется, потому что, наверное, на диванчике пролежал где-то там, проленился и не включился вовремя. И знаешь, как от одного сна переключился на другой сон. Да, плавно на другой сон. Перетек в другой сон, да. И в другой сон, и говоришь, помогите мне откорректировать ей этот сон, помогите мне следующий сон откорректировать. Да, я просто. Вот. Единственное, что я для себя уже делю консультации на те, которые мне интересны, которые мне не интересны. Ты знаешь, вот я же попросила Ирину изменить цену консультации, чтобы уменьшить их количество, да. Для чего? Для того, чтобы мы могли заниматься глубиной. Мне из глубины эффективность работы из глубины нравится больше. Но она не заменяет при этом консультацией. Но при этом, если брать нас, то ты не будешь и чтец, и жнец, и нас, и грец, да. То есть время в сутках 24 часа. И когда ты это видишь и осознаешь, понимаешь, что просто выше головы не прыгнешь. Либо ты проводишь обучение, берешь там 20 человек за обучение, ты как возьмешь, да. И потом три дня отходишь. Ты уже не можешь делать консультации эти дня, в принципе, после такого курса. Вот у нас неделя сейчас выпадает. Да. Вот все, то, что заявлено, идет дальше. И получается, что вот эту нагрузку мы сами перебородляемся. И количество консультаций у нас не должно быть большим. То есть, если раньше мы стремились наработать опыт, знаешь, мы тогда бежали тоже, как делка в полисе, чтобы доказать самому себе, что у нас будет результат. И радовались каждой обратной связи. То сегодня я жду видео людей. Я буду знать, что они перешли на другой уровень развития. Ни фильмов от нас, ничего, ребята. Блин, интернет завален отзывами. Сайт «Полбайд», смотрите, там реальные люди, реальные вот это. Книги. Книги, кстати, в глубине, по-моему, я специально такую подборку сделала. Вот, то есть, да, я вот здесь подводила черту специально вот такими вставками, да, то есть, это из WhatsApp, из Viber, здесь и реальные статьи, здесь такой достаточно большой кусок таких очень полезных осознаний. Книга поэтому получилась большая, она получилась вон больше 298 страниц. То есть, она почти 300 страниц получилась за счет того, что сзади дополнительно включена вот эта часть. И, кстати, из парадоксального восприятия мы уже так не делаем. Парадоксальное восприятие включает, наверное, десяток осознаваний убитых человека, которые взорвут человека, именно помогая прийти к парадоксальному восприятию. Вот, и я не пишу там ни отзыва, ничего. То есть, я убрала часть, на этой книге все закончилось. Потому что в парадоксальном восприятии не надо никому доказывать, что это так работает. Вот эта книга еще последняя из обычного восприятия, где мы показывали, ребята, смотрите, сколько отзывов, сколько обратной связи, сколько... То есть, это как укрепите свою веру, блин. Не нашу веру, а свою, наша вера уже укреплена. Вашу веру в свою психику, в свои психические способности, вашу веру в себя. То есть, вот эти вот отзывы и все остальное, оно помогало на этом этапе, поэтому они есть и в коллективном бессознательном, в счастье, везде там они подходит и добавлены. В глубине их просто много, большой подборкой, добавлены от этих книг больше, чем остальные. Но при этом дальше я и там убираю. Там только оставила то, что я не могла не оставить, я оставила, я говорю, десяток, наверное, очень глубоких озарений и осознаний у людей. Именно с озарениями то, что шло у человека, я это оставила. Не просто там я вам обратную связь присоединю. Вот. Потому что, потому что, потому что, потому что когда уже на этих глубинах понимаешь, что либо человек будет идти, и ты будешь ему помогать по мере его готовности, либо он остается там, где он есть, дорогу осиливает идущий, и значит... Ты уже просто знаешь, что либо человек вот в этом пути, в этом пути, в этой цепочке, ну, либо... Либо прощается. Когда-то увидимся, через миллионы лет. Ну, с кем-то через миллионы, потому что если уже в жизни пришла отдельная... Если вольератим этот человек, то эта вероятность ухода в декорацию очень велика. А если у человека... Просто инкарнационный цикл... Свидимся. Наверное. Кстати, опять-таки, из глубины приходят иногда воспоминания по поводу нашего инкарнационного цикла. То, что мы сразу не воспринимали это за достоверную информацию, я все чаще сейчас задумываюсь и понимаю, что это так и есть. Просто тогда мы получили эту информацию, и мы не очень ждем. Да-да-да. То, что вот... Многие вещи доходят со временем, и вот это напряжение, вот эта белка в колесе спала, вот эта попытка доказать спала, вот это все. Просто наоборот, сейчас внимание больше в тренировке, в развитии себя, в тренировке себя, выше себя. И опять-таки, при этом вот эта помощь, которая всегда оказывалась, она оказывается через мудро. Через курсы и футболы. Кстати, у нас даже название и книг, и курсов, все нестандартное. Я удивляюсь, они всегда... Вот до последнего ждет, 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 потом тут приходит название. И ты пишешь, и оно получается в точку, оно действительно вот отражает суть. И поэтому даже курсы из глубины, которые идут, они отражают суть, то, что будет в консультации, они по-своему отражают суть. Консультации полезны при заболевании, консультации полезны, как первый толчок человеку, который хочет пойти. Почему полезны? Потому что, смотри, если человек идет в карму, грубо говоря, сознание перетекало, оно зацепилось за две ловушки, рот и карма. И у него сформированы автоматические сценарии. И человек в этом автоматизме живет. И у него по автоматическому сценарию, например, вот тоже, кстати, на днях получила, было куча судов у человека, да, по автоматическому сценарию. Убираешь, и оно за три месяца все свернулось в ноль. Да? Оно свернулось в ноль, и человек понимает, да, ну это же естественно. И у него даже возникает сомнение, насколько мы здесь поучаствуем. Если бы у него перед этим не было проблем со здоровьем, то наверняка вот это бы им нормально воспринято не было. А так он воспринял все-таки правильно, что это действительно результат вот этих изменений. Вот. Но при этом, если бы не было консультаций, сколько бы ты волшебной палочкой не махал робота-автомата, ты не запустишь на свободный сценарий. Сперва надо удалить информацию из робота-автомата в автоматическом сценарию. И вот это самое сложное, потому что она записана, мало того, что она записана на осознание, она записана в подсознание, она записана в теле, она перетаскивается через инкарнационный цикл. Это уже целый автоматический механизм. Да. Более того, человек, мы уже сейчас видим, человек живет в жизни, например, он достиг там 50 лет, и у него случились там эти суды, подожди, у тебя уже хороший отпечаток в мире мертвых есть. Угу. И информация автоматическая грузится оттуда для твоей психики, как подачка, где проектор. Да. Где проектор не находится в кинозале, он находится за пределами зала, но он тьфу, и он подает туда информацию, в теневой части. И вот когда ты уже знаешь, где конкретно перекрывать эту информацию, ты понимаешь, там убрал, там убрал, там перекрыл, туда заложил новую, новую запустил таким-то образом, потом созданием. И все, у человека хомана и переключение. Но, а человеку же как тяжело это поверить. Он же развернут попой в будущее, он же смотрит, нет, нет, не может быть, не изменится законодательство, ни этого не получится. Я вспоминаю все время своего сына. Вогу. Помнишь, как с его уходом в армию? Угу. Да, помню. И у него все время висело, ты не будешь служить в армии, не будешь служить в армии. И у него все, вот идет, вот уже даже аспирантура, и уже приходит армия. И он просто вцепился, вот этот страх пройти в армию был зверский. И он вцепился, и он же прошел, все равно сходил на месяц, да, в резерв. Но, при этом, вот этот вот страх он все равно в свою сыграл. Да. Сейчас бы мы уже смогли отцепить. Тогда мы еще не смогли до конца. Но все равно, как изменился сценарий. То есть, ты не служил по полной. А вот, но при этом ты отслужил столько, сколько смог. но служил уже, потом ребенок родился, потом уважительные причины даже здесь и так далее. Слышно известь, а? Всегда мы за хором зацеплены, потому что она всегда зацеплена за войной, за коллективной. а это куски к проработку большие, понимаешь, и мы тоже их многие не осознавали, но при этом сейчас мы их уже осознаем, и мы понимаем, что многие вещи нужно видеть. А у Димы как сценарий хорошо изменить. Да. У Димы вообще как сценарий поменяет. Потому что мне Димину вообще сценарий жизни не нравится. даже вот чтобы сижу так и прям знаешь, по образу и подобию. Хочется пример есть, и понимаю, что не доведу его до конца, потому что вы уже говорите слуха. вот именно все того, что начали. Насколько, нет, насколько, насколько просто человеку важно верить не во что-то, а самому себе. Самому себе. Именно самому себе. Насколько это важно учиться создавать самому. Вот я хотела сказать, верить самому себе и осознавать, что ты и только ты являешься создателем всего, что ты имеешь в жизни. И не важно, ты в автомате, в автоматическом сейчас режиме работаешь или ты на какой-то другой стадии. в любом, абсолютно в любом варианте создаешь этот шаг. Ты. Этот мир свой создаешь ты. Все, что, все события, которые в твоей жизни, это все создаешь ты. Не осознавая, не осознавая. чтобы человек не имел прямого доступа на консультацию. Пожалуйста, книги, пожалуйста, обучение. Ты начинаешь двигаться по этому пути, ты осознаешь, что ты будешь двигаться и только после этого ты приходишь. Потому что, если ты приходишь сюда за волшебной палочкой, сделайте за меня, мы сделаем. У тебя жизнь переменится. Но ты же либо нагадишь обратно, но это не значит, что ты нагадишь обратно и у тебя будет тот же сценарий. Нет, он будет другой. Но он будет не стопроцентно. Это то же самое. Мы это сделаем. Мы эту электрику тебе проведем. Все сделаем. Но если ты не осознаешь, где и как что работает, то мы уйдем, а ты включишь и сломаешь. Понимаешь, ты вообще не будешь знать, что надо включать в разверт. И будешь включать, что у меня комбайн не работает. Или смотреть одно и то же. Или будешь включать, что не работает. А это, между прочим, смотри сразу, а как же ваша ответственность? Мы в поле парадокса. В парадоксе ответственность это работают обе стороны. Если мы работаем с человеком, значит, 100% наша ответственность и 100% его ответственность. И мы свое выполняем. 200%. Да, 200%. Как не 50%. Если 50% и 50%, то значит, мы выполнили тоже на 50%. Нет, только 100%. Только 100%. А на 100% надо идти самому. Потому что поле парадокса либо вин-вин, либо оба проиграли. А мы не заинтересованы про это. Мы заинтересованы двигаться дальше, потому что это подарок слишком серьезная тема, которая пришла человечеству в подарок. Просто в подарок в это тяжелое время. Да. Для того, чтобы человечество вообще осталось живо. Во время апокалипсиса. Во время апокалипсиса. Так сейчас апокалипсис. Сейчас, да. Мертвые встают из могилы. Сейчас это наблюдает. Все, что было сокрыто. Задавлено, подавлено, спрятано под тысячами замками. Все встает. В человеке, в самом 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 апокалипсисе. Просыпая, да, поднимается вот именно то спрятанное. Мертвецы встают. Вот то мертвое, зажатое, сдавленное, убитое, излость и агрессии. Да. Вот это все сейчас лезет у человека наружу. Мертвецы встают. Вот этот апокалипсис, о котором писали. И все думали, что это такое, и как это будет. Вот мы наблюдаем. Просто отходите в глазки и посмотрите. И суд Господин. Кто судить будет? Сами себя судить будет. Сами пожелать власть. Сами своих трупов подняли. Сами себя осудили. Все сами. И сейчас это очевидно. Просто очевидно. Очевидно для нас. В парадоксе это очевидно. И ты видишь просто даже как это выглядит в человеке, когда у него это поднимается. потому что мы с этим работаем. А человек спящий этого не видит. Для него кажется, 90-й год вернулся или еще какой-то год вернулся. И он не видит. Нет, господа, сейчас совсем другое время. 90-й год не было апокалипсиса. И он начался 22-й год 22-й, конец 21-й, 22-й начался апокалипсис. Все. В каждом человеке поднимаются скелеты в его шкафу. В каждом человеке вылазят скелеты из его шкафа. И все, что было тайное, сокрытое, становится явным. И если были измены, они вылезут наружу. Была злость, она вылезет наружу. Было предательство, оно вылезет наружу. Оно просто сейчас ближайшие 2-3 года максимум, я думаю, максимум 3 года. Оно все вылезет наружу сейчас. Это как мы увидим свои собственные эксперименты. Да, мы увидим то, что мы есть на самом деле. И этот процесс сейчас идет. И заметь, он настолько нагляден, как сейчас хлопает дверью элита. Как элита оказывается, ну я в кавычках беру элиты, богатые люди, россияне, которые сейчас приезжали, вот они оказываются в условиях, когда там у них денег нету, они не могут пользоваться, прислуги нету еще, и говно поперло подниматься, вот оно, вот оно прет на поверхность, вот они, мертвецы, вот эти стоят, мертвецы, которые были закрыты деньгами, понтами, элитарностью, красивыми словами, еще чем-то. разукрашками, разукрашками, потому что уже все, уже человеку ничего не осталось, разукрашка только осталась, а надо, чтобы человек остался, вот оно, оно сейчас должно подняться, если человек остался, будет шанс и во время апокалипсиса. Что важно, что ключевое осознавать во время апокалипсиса? Благодарность. Благодарность. Апокалипсис. Благодарность этим мертвецам, которые встают. Вот что важно, осознавать благодарность, именно благодарность является завершающим этапом игры и выход на новый уровень. Если нет благодарности, а продолжает злость и агрессия, это отброс в циклическую ошибку. Все, назад. Опять проживаем до тех пор, пока благодарность не будем осознавать даже таким парадоксальным вещам, как апокалипсис. Потому что на следующем уровне сознания благодарности нет. Она уже норма. Она норма. Она воздух. Она воздух. Да. Без нее нет жизни. Да. Без нее не работает сознание. Все. Это норма. То есть это не просто научись говорить спасибо. Если на этом этапе в этой игровой карте было научись говорить спасибо, это благодарю, если не спаси Богу, а именно благодарю, то на следующем игровом уровне это просто норма. Да. Это точка, от которой ты отталкиваешься. Она просто есть. Она естественна. Да. И поэтому туда и вход через благодарность. Чистоту. Через чистоту. И, кстати, смотри, во время перехода что мы видим? У человека обрывается инфрационность. Не было ни одного человека, а вот это прошло и осталось инфрационность. Да. То есть обнуление игры чистота и чистота и это не было. Так же, как мы каждое утро мы высыпаемся, есть миг ту нитру, когда мы высыпаемся абсолютно чисто. Представьте, каждое утро. Сколько в нашей жизни таких утр, да? Мы не улавливаем этот суть и не пользуемся этим моментом. Миг, когда мы абсолютно обнули, мы чистые, но мы перешагиваем через этот миг благодарности, да, вот такой чистый и снова взваливаем то, что переживали, снова вспоминаем, что кипит внутри как злость и потом в новый день вместо того, чтобы вот из этой чистоты, когда ты благодарен и ты осознанно просто создаешь следующий свой день и не впадаешь в день сурка. и при этом не бежишь сломя голову и не лежишь и не стоишь на месте, а ты просто в потоке интереса, счастья валишь изо дня в день в своей жизни, да? В родовесе, в балансе, в любви, любовь, в лед, вот, в любви, в целостности. Божечку мою. Смотришь на мою собачу уже совсем. А улица гуляет и не цепляет. Бобочка моя. Вот. А вот с тобой, смотри, даже в животном, где нейтрально противоположное отношение. Для меня собака это вот как Джессика, да, то есть такая волчарка, то есть которая умная, которая как человек, с ней как с человеком можно поговорить. Как с человеком, Наташа, абсолютно. Абсолютно как с человеком, просто она маленькая. Я люблю вообще собак, я вообще животных, всех люблю, собак люблю, но дома, видишь, мне нравятся маленькие собаки, но они абсолютно тупые, они не тупые. Это глубочайшее заблуждение у людей, что маленькие собачки тупые, они точно такие же умные. понимают вообще язык, это зависит от того человека, где они живут, потому что это наблюдатели, а наблюдатели питания, да, копируют. Как кошка, я тоже смотрю, я хатоп очень люблю, я хатеражная была. Да, конечно, животное, оно показывает. Я все время, когда смотрю на свою кошку, говорю, блин, ведьма, такая классная, такая умная, просто вообще победа. Ой, боже, боже, боже. Еще языки издали. Кайфует. Кайфует. Хорошая. Кайфушка. Вот. Так хорошо, когда камин, говорит, потрескивает. Кайфурс. Ты пока не слышишь, что у камина читать книгу. И сидеть в глубине. Ну, ты знаешь, я когда думаю у камина читать книгу, ну, конечно, хорошо сейчас, удача начинается, там, сегодня тренинг, еще блок работ заканчивают, скоро порядок, надо верновать. Так вот, с одной стороны, хорошо, с другой, я понимаю, что у нас с тобой висит один раздел последний, который надо доделать. Он висит, на самом деле, уже последнее, не знаю, сколько времени, но за это время написано, написано большой кусок книги. По сути дела, она уже написана была бы, если бы, парадоксальное восприятие, если бы мы не планировали закончить ее этим разделом. Я понимаю, что для того, чтобы закончить этим разделом, нам надо уехать, чтобы не было рядом семей, чтобы мы были в наблюдении за коллективным, а это значит, все-таки лучше переуехать из страны на какое-то время. Это значит, это значит, поэтому наша вот сейчас поездка туристическая, которую мы с тобой взяли на неделю, на отдых, она, вот кстати, и тогда парадоксальное восприятие будет дописано, и мы прилетим 4 апреля назад, и 4 апреля мы сможем корректоры перекивать. Уже, я думаю, к тому моменту мы ее завершим. Ну не просто что-то так просто так мы в это восприятие уезжаем, чтобы вот с этого восприятия конкретно закрыть последний раздел. Потому что парадоксальное восприятие, даже концовка сложная должна быть, и искренняя такая вырывающая мозг должна быть, она априори сама просится. мы очень четко говорили о религии, мы очень четко говорили о сектах, мы очень четко говорили о сознании человека, мы расписали, как работает механизм, связанный со вспышкой, с сожжатием информации, с сожжатием информации, и при этом мы практически не уделили места науке. Но мы при этом соблюли научные рамки, в книге подарили знания, мы дали определения, там в книге глубина, мы тоже какие-то определения добавляли, там и так далее, углубили еще, то есть такой полунаучный подход пошел. Я хочу уделить время и внимание науке, чтобы мы все-таки честно расписали, какую роль играет наука в психике человека. И с двух сторон расписали, как бы плюсы, так и минусы. Как мы это умеем? Искренне. Искренне. И тогда вопросы по науке, они и по научному подходу к нам, они будут отпадать сами собой. Потому что я все-таки за то, чтобы инфодайм был вне науки и вне религии. Вне. Именно вне. инфодайм это об индивидуальности. Инфодайм это инфодайм это о просыпании сознания человека. Это вспомнить в себе Бог. Вспомнить кто ты есть. Кто ты есть. Увидеть свое настоящее лицо в чистой воде. Не заметь, когда ты видишь чистое лицо в чистой воде, ты можешь внимание держать на лице, а можешь держать на камешках. Ты видишь красоту и камушки, дна. Ты всего видишь. И себя. И себя. В этой красоте и плечу. Ты видишь целостное все. А иначе ты видишь только в муте только свое мутное отражение. То мутное для и недовольное. Заметь, с позиции расширения уже недовольства вообще нет. Злости нет. иные виды нет. Там такое чувство, что этот диапазон выключен. Да, именно так. Он как сказать иностранный язык нет. Иностранный язык, когда говоришь, то он существует. А именно он становится, тот диапазон становится, вот этот злость, он становится недоступным. То есть как этих инструментов нет. Я чувствую это. Кстати, и сразу я не помню этого. Я знала. Смотри, как при переключении информации ты забываешь этот уровень. И если тебя откинет назад, ты его можешь вспоминать. Да, но если ты внимания туда, то ты можешь... с тобой управлять. А что такое коллективное для тебя? Это твое отражение размазанное и распеленное по зеркалу, по грязному. Это твои декорации. Это твои декорации. Получается, либо ты управляешь своей жизнью, либо мир объективно управляет твоей жизнью. И ты постоянно выносишь на него ответственность и говоришь, ой, такая жизнь тяжелая, ой, такие люди кругом плохие, ой, 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 ой. Сразу, знаешь, я слушаю тебя и сразу такое поле деятельности. Да? Ну, ты знаешь, мы эти мысли сейчас высказываем вслух, да? А ведь человек, который вот так и живет, он смотрит на нас и говорит ну, 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 а вы хотите, чтобы я за соседа или за соседов отвечал? То есть смотри, как сразу отвечал, это сразу к оба на и к материи привязал, к прошлому, сразу к прошлому и задав в будущее опять. Так работают психики. Даже вот сейчас мы же не можем повлиять, вот можно услышать даже как люди говорят это, мы же не можем повлиять на то, что сейчас происходит. просто поменяйте, осознайте, кто создатель и поменяйте злость на благодарность, агрессию на любовь. блин, все, мы меняемся мгновенно. А это же сложно, а как это? Для того, чтобы благодарить, а как это? я не могу позволить, я не могу простить, я не могу все. Поэтому ты это и видишь в жизни. ты не можешь. в последнее время, в последнее время у тебя есть варианты, если ты видишь что-то, значит, это меняет. сразу идет, оно идет как уже ритм такой жизни естественной. Да, то есть сразу создание. Смотри, как движечка тренируется. Да, конечно. Так а спортсмены, как они добиваются? Просто о, я захотел прыгнуть, и я прыгнула. Тренируется, интересный. Если у тебя чистый интерес, ты будешь действительно небывалые рекорды ставить. А если у тебя интерес просто доказать кому-то, вот ты будешь добиваться чего-то, но рекордов у тебя не будет. Боже, где-то сойдешь с дистанции. Даже просто переключиться на создание, да, просто переключиться на создание. Просто. Сколько месяцев тренировок у нас? Да. Сколько месяцев каждом тренировок? Это не просто дайте мне психотехнику, я сейчас ее сделаю, я создам. Нет. У тебя восприятие находится не в создании. У тебя работать не будет. Психотехнику можно дать? Ты тренируйся на ней. Благодаря психотехнике ты будешь тренироваться и возможно у тебя получится. Если будешь тренироваться. Если не будешь лениться. Вот оно. Если тебе будет интересно. Естественно. Потому что есть люди, которые заставляют себя делать ту же практику зеркала. Я кстати вчера с интересной девушкой говорила по телефону случайно взяла трубку. В общем себя любит. Что она себя уважает и так далее. Зеркало проговорило и в тот же день она переходила дорогу на красный свет. И тут же к ней подошла милиция. Были очень внимательны. Сказали, что она себя не любит, потому что она рискует своей жизни. Ей не выписали штрафа. И при она стояла и видела. И понимала, что это сегодня она создала. И милиция была настолько вежлива, настолько внимательна. И ее так и тренировала. И она говорит, это же надо, чтобы зеркало так работало. Я хохотала так, думаю, класс. Я получила удовольствие от общения с человеком на самом секре. И понимаю, что когда человек через такой свой опыт приходит, он будет что такое знаки, как мы говорим, ой, там нам знак, это нам подсказка, что это такое? Это именно чистота, когда у тебя появилась возможность увидеть это, и благодаря этому твоя прозрачность, ты услышал сам себя, ты прозрачно увидел для себя, как эти знаки путеводителя, тыц, 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 и при этом человек даже это не берет на себя, ой, ты мне знак, это ангелы мне послали, не берет ответственности, а ведь на самом деле это ты, ты, твое сознание создает, ты для себя, и ангелы, и все остальное. Кстати, по поводу ангелов, помнишь, как мы стыбались, когда человек, например, был в коме, и при выходе, когда мы запускали ангельские эти вот эпизоды, чтобы человек видел, чтобы Бог к нему с ним распустился, и сказал, свежить, а тут тоже элементы стеба такие, а может на самом деле у человека потом так проявить, да? поржать. Ну все это из любви, скажи. Все это из любви. Так вся эта игрушка написана на таком стебе, понимаешь, оно все из любви, стеб такой, именно он не злой, он добрый. Только сам человек делает эту игрушку злой. Да, сам человек. Это на этой игровой карте он делает или злой. Заметь, предыдущие карты были еще злые, а сейчас они тоже злые, но они во всяком случае вот смотри, если брать старые игры и сейчас зависли, разные были, но сейчас отсутствуют вот эти посадить на кол. Ну это же на самом деле это об интеллекте. Это об интеллекте, да, это низкоуровневые игры, они уже сейчас завершены. Хотя, ты знаешь, наверное, присутствуют какие-то элементы тоже, но во всяком случае уже нет. Это про интеллект. Все, что касается злости, это про интеллект, это связано. Это связанные вещи. и хочется все-таки закончить. Как интересно. сколько еще не открыто. Я еще скажу, вот уже две недели у нас небо голубое, чистое, без облачков. Солнечная погода, а наше состояние, скажи, какое? Вот у нас именно настолько, просто у меня, я не могу, я прям вот, знаешь, как у меня, как знание. это связано. Связанные вещи нашего состояния и помоя, которые мы сейчас наблюдаем. Именно это состояние, я просто знаю, и мы с тобой это говорили и знаем, что все будет хорошо. Связанные вещи, все будет хорошо. Мне на дне один человек сказал, говорит, я знаю ваши способности, я знаю ваши возможности. Говорит, и то, что вы сидите в Минске, говорит, когда жена там сказала, может, здесь что-то тяжелое будет, может, может. Пока они сидят, я буду сидеть. Я же не сказала, смотри, они в Минске сидят. Да, поэтому я буду здесь. Да, так вот. Класс. Ну, это да. На самом деле это земля в углу. И здесь свет. Единственное, мне очень понравилось с одной стороны, а с другой стороны где-то даже гладкая дикана. Сказать это завистью, да, наверное, какой-то оттенок зависти проскочил. Когда я услышала, что в Украине ввели прощенку 2%, и ИПшников освободили от налогообложения, они платят сколько могут, да, это название сколько могут, на самом деле это благодарность. То, о чем вы всегда думаете. Когда мы 2 года назад впервые сказали, что общество будет очень сильно, очень быстро развиваться, если налоги заменить на благодарность, хотя бы у ИПшников, да, это будет выстрел просто. Это звучало вот вообще сумасшествием наше. И даже мне близкие сказали, тут повслух такого никому не говори, потому что ваша придурочность зашкаливает. Посмотри, не прошло и 2-х лет, а в Украине ввели благодарность, и я где-то позадула, блин, а земля богов, и тут тоже, я хочу, чтобы тут было развитие. Я очень хочу, чтобы здесь было такое же. Но я имею в виду, такое же именно подход к налогам. в этом вся и суть. И поэтому здесь это будет. В Беларуси именно будет земля богов начинаться. Создаем? Создаем.